Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня о теме весьма странной и прямо скажем для меня новой. Мне всегда казалось, что это где-то там происходит и не для нас простых смертных. Но попробуем таки заглянуть за кулисы радиостанции и запустить свое интернет-радио. Мы будем использовать готовое решение от Shotcast. Не могу сказать, что я перебрал с десяток готовых серверов, но по ценам это не самое высокое. Зарегистрировано в Англии, отзывы положительные. В общем понятно, что все что до профессионала это не радио, а скорее еженедельные подкасты. Так что можно сказать, что радио стоит 8 евро в месяц. Но я естественно буду стартовать бесплатно. Зарегистрировались. Потом еще раз зарегистрировались. Тут мне пришлось повозиться, поскольку надо указать все пункты, а они потом еще и скидываются. В общем непонятно, зачем нужна была первая регистрация. Но после трех кругов я попал наконец в аккаунт и оставалось только подтвердить имейл. Это уже было проще. Итак, во-первых меняем язык на русский, благо он тут есть. И заказываем новую услугу. Новая услуга это сервер. Тут на выбор Канада или Франция и разные протоколы. В принципе Shotcast от компании нульсофт нас вполне удовлетворит. Нульсофт, напомню, разработала плеер Винамп. Наверное пионер в цифровом аудио. Юзернейм. Без пробелов. И приступаем к оформлению за 0 долларов 0.0 центов. Несмотря на отсутствие цены данные кредитки все равно придется ввести. И на выходе мы получаем одну подключенную услугу сервер во Франции. И если мы туда заглянем, то увидим во-первых всю информацию по серверу, а именно дату следующей оплаты и во-вторых кнопку для входа в Centovacast, которая и является вашей радиостанцией. Тут все непросто, поверьте мне. По-хорошему надо подключать внешний плеер и работать из дома, но это не так просто. Это точно отдельный скринкаст. Как всегда голосуйте лайками и комментариями, если наберется много, я его сделаю. А мы сейчас просто посмотрим можно ли в принципе запустить собственное радио. Если получится, то дальше уже можно развивать успех. Итак. Настроек тут много. Очень много. Но это же радиостанция. Во-первых, конечно надо сменить временную зону на Москву. И во-вторых подключить автодиджея. На бесплатном тарифе у вас под него 50 мегабайт. Что такое автодиджей? Это когда вы накидываете музыку на сервер, на какое-то время появляетесь в эфире и потом, когда отправляетесь по своим делам, автодиджей просто ставит музыку с сервера. Либо рандомно, либо в соответствии с вашей сортировкой. Сначала нам нужно добавить файлы. На моей радиостанции, конечно же, должны звучать соломенные еноты. По меньшей мере 20 процентов времени и... и чего-нибудь из вдовина. Теперь нам нужно добавить эти файлы в медиа. То есть в какой-нибудь плейлист. Просто перетаскиваем файлы, например, в Heavy Rotation. Тут какие-то хвосты остались от прошлых вещей. Они надо поудалять. Плейлисты вы, соответственно, можете создавать под себя. По ним есть настройки. Но это тоже большая отдельная тема. Соломенные еноты, естественно, в какой-то сумасшедшей кодировке, но у вас такой проблемы не должно быть. Если вы, конечно, не будете ставить соломенных енотов в ротацию. У вдовина, например, и название песни, и название альбома, и даже фотка подтянулась. Но все, плейлист готов. Можно стартовать сервер. Еще раз. Мы просто пытаемся запуститься. Понятно, что работа автодиджея – это не работа радиостанции. Мы просто проверяем, сможем ли мы стартовать в принципе. Стартует он долго, но рано или поздно… Да, пошло. В эфире у нас сейчас звучит Алексей Вдовин. Причем действительно в эфире. А вот ссылки. Если перейти, например, по прямой ссылке на вашу радиостанцию, то мы это услышим. И если мы скачаем ссылку для Минампа, или кто-то, кому вы ее скинете, ее скачает, то и он услышит Алексея Вдовина. То есть во всем мире сейчас на волнах радиостанции Вова Ломов Радио звучит песня Алексея Вдовина «Luty I love you». Пока все кургузы, конечно, и придется повозиться, чтобы все это приобрело приличную форму. Но ведь каким может быть результат? В целом, конечно, нюансов много, но 10 долларов в месяц, пару недельное изучение и вы, Михаил Козырев. Да что там Козырев. Сева новгородцев. Все, любите друг друга. Даже не знаю, желать ли вам открывать собственные радиостанции. Скорее – да. Попробовать то можно. Подписывайтесь на наш канал, у нас тут много всего неожиданного по меньшем мере для меня.